О революции говорили, когда 10 тысяч футбольных фанатов и националистов вышли на Манежную площадь после гибели Антона Сверидова в 2010 году. Помните эту историю, когда какие-то кавказцы убили несчастного Антона Сверидова? После чего Манежку перекопали основательно, кстати. Да, и это, кстати, дало большой импульс карьере нынешнего министра внутренних дел Владимира Колокольцева, потому что он тогда героически справился с этим манежным кризисом и потом на следующем витке истории стал министром внутренних дел. Хотя в большей степени он обязан этому повышению тем, что он спас от расправы дочь Путина. Знаете эту историю? А нет. Что дочь Путина вместе с ее мужем, нидерландским архитектором Фассеном, ехали скромненько в машине, почему-то без федеральной охраны, по Рублеву-Успенскому шоссе. Их обогнал на высокой скорости кортеж банкира Матвея Урина, где было много всякой охраны. Их оттеснили на обочину, вышли и начали бить бейсбольными битами по этой машине дочери Путина и зятя. И, в общем, дело запахло для них керосином. Тут вмешался героических колокольцев. Банкир Урин уехал в тюрьму, банкир обанкротился, охранников вам тоже посадили. Вот такая была душераздирающая история, повлиявшая на... Я слышал, но я не слышал, что и дочь там была в этом автомобиле. Кажется, была. Во всяком случае, если верить официальной версии. Хотя, действительно, почему там не было в таком случае федеральной охраны при них, это большой вопрос. Ну, бывает же, хочется, наверное, оторваться от охраны, а вообще оторваться во всех смыслах. Охрана ведь очень назойлива, особенно, когда ты молод, у тебя внутри все кипит и бурлит, хочется пойти на дискотеку или, не дай бог, употребить легкие наркотики, а тут у тебя над душой стоят амбалы, которые о каждом твоем телодвижении докладывают отцу. Да, это я... Поэтому, может быть, оторвались просто от охраны специально, как-нибудь обманув ее. Так бывает. Знаешь, как это... Я могу рассказать много технологий, как отрываться от охраны. В следующей нашей программе.